Распространенные причины депрессии, при этом это какие? Неочевидные причины, неочевидные. И давайте буквально в двух словах, в двух кто-то к нам только присоединился. Мы говорили, первое, это негативное мышление и намеренный пессимизм. Потом мы говорили, когда в организме просто не хватает белка и вот нейротрофический фактор мозга неудовлетворен, скажем так. Третье, мы говорили о побочных действиях, очень распространенных лекарств, которые современные люди жгрут, как потерпевшие. Также мы говорили о невыявленной непереносимости определенных продуктов. Дальше говорили о недостатке минеральных веществ, микроэлементов, витаминов, то есть питательные все вот эти трудности. Хронические воспаления и хронические заболевания. Говорили о проблемах, о влиянии компьютеров, социальных сетей компьютеров, как это влияет на человека. Также мы говорили о невыявленных или плохо вылеченных тревожных расстройствах и тому подобное, когда у нас по чуть-чуть копится негатив. Нарушение сна и вредные привычки в постели, мы об этом говорили. И последнее у нас было, как это, травмирующий опыт, подавленная скорбь, вот эти вещи, какие-то серьезные травмирующие факты случились, а мы из этой ситуации не вышли, и оно, естественно, осталось. Это больше, конечно, свойственно людям с, ну вот этих, ну, пессимисты, да, по большому счету. Но больше, это не значит, что только так. Потому что и даже пессимисты, они могут что, много работать и тоже выгореть. А вторая половина, вторая половина людей, те, которые могут выгореть, да, это те, которые в депрессии через выгорание, там тоже существуют свои какие-то, как, причины. И вот первое, это вот невыявленные факторы, которые отнимают у нас очень много энергии и время. О чем речь? Небольшая предыстория. Однажды я столкнулся с человеком, очень давно еще мы с ним познакомились, начали общаться, и меня очень удивило, какой деятельностью он занимается. Он какой-то там строитель, занимается какими-то ремонтами, проектами и так далее, и так далее, но он сказал, что у него есть такой прибор, который, тепловизор такой, который определяет, ну, куда тепло, где щели в помещении. И это очень такая оказалась очень востребованная работа, потому что к нему люди приходили, и, ну, они хотят там что-то сделать, утеплить, и он давал понять, где надо утеплять, как утеплять. То есть он искал те, он, ну, обычный человек говорит, как сделать, чтобы было теплее, как сделать, чтобы было, ну, это когда мы про ремонт и про стройки говорим. Иногда люди задают, где взять энергию, не хватает энергии, мне не хватает энергии, не хватает сил, у меня упадок сил, не хватает сил и так далее, и так далее. И вот часто вместо того, чтобы рассказывать, где еще взять сил, нужно посмотреть, а куда они деваются, куда ты их сливаешь, где дырка в стене, куда вытягивает сквозняком все твое тепло. И это масса, масса каких-то, ну, масса факторов бывает. Ну, ты можешь и неправильно работать, у тебя, может, психологические какие-то, ну, или там поведенческие трудности, ты не знаешь, как это все организовать, чтобы, ну, КПД был достаточно высокий. Ну, допустим, человек, я работаю на трех работах, и у меня итогов получается 12,5 тысяч рублей. Ну, мы можем же понимать, что проблема не в том, что он плохо работает. То есть там можно работать, как, ну, бейся в хлам, но если ты на трех работах не можешь базовые потребности свои организовать, ну, наверное, это либо не та работа, либо у тебя воруют просто что-то, либо ты просто баран, может, тебе надо пойти учиться, там, ну, что-то такое сделать. Это могут быть, человек может чем-то заниматься, и он просто не умеет этим заниматься. У нас же все большие специалисты занимаются тем, чем они заниматься, ну, да, ну, 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 короче, не знает, как это делать, но на всякий случай делать, потому что не боги горшки обжигают. Он не знает, как это организовать, он не знает, как это делегировать. Кстати, говорится, что главная причина выгорания такая общая, это неспособность, ну, да, неспособность, часть обязанности отдать тем, кто это делает лучше. Хотя мы, судя по письму, многие мужчины, большие специалисты, как делегировать все это, жене, действительно. Вот бы и было, и потом такие говорят, вот бы гарем, вот бы несколько жен, вот несколько жен хорошо, треки. Что? Да, бухтин с тещами, работников много. Представляешь, у тебя вся фирма, все твои жены. Классно. Все бесплатно работают, я всех трахаю, ну, вообще. Какой способный мужчина? Сразу на всех не порвется? Так, мне-то чего? Это не значит, что мужчина будет прямо ублажать всех, как они хотят? Не, он будет просто трахаться по очереди, чтоб не надоело. Чувствуешь, как по-разному мы видим мир? Кажется, что если у тебя три жены, то тебе в три раза больше надо будет сексом заниматься. Не, это, знаете, как старый анекдот. Папа, папа, водка подорожала, ты теперь будешь меньше есть? Меньше пить нет, сыночка, вы будете меньше есть. Вот то же самое, если у него появится три жены, это не у него будет секса в три раза больше. Секса у него будет ровно столько, сколько он хочет. Это у вас будет его меньше. Услышала меня? Хорошо, спасибо. Поэтому это могут быть какие-то факторы психологические, да, то есть у человека могут быть какие-то представления, какие-то комплексы, какое-то мракобесие и так далее, так далее. Ну, я не знаю. Ну, в этой стране заработать нельзя. В России, честно, денег не заработать. Тут только надо воровать или отбирать у пенсионеров. Ну, и так далее, так далее. То есть ты понимаешь, что этим на жизнь не заработать. Ну, человеку, допустим, нравится чем-то заниматься, у него это получается, и он вместо того, чтобы заниматься этим, он занимается какой-то абсолютно другой херней. Ну, мы письмо читали, что деньги можно заработать только на вахте. Только на вахте. И все понимают, что весь город на вахту не едет, а ты заработать можешь только на вахте. То есть это некий предрассудок, что, ну, вы поняли, да, о чем речь. Но это совсем не так. Это совсем не так. И это очень сильный барьер. Его преодолеть очень сложно. Очень сложно. Потому что, допустим, общество, воспитание, культура, образование, все так построено, что нам в большинстве своем кажется, что есть определенные виды деятельности, на которых можно заработать. А на остальных заработать нельзя. То есть зависит не от таланта человека, да, там, ну, не от его усилий, не от его интереса, а от того, что просто есть какие-то точки, вот где можно, тут надо попасть на какое-то место, и только там ты заработаешь. И это стереотип очень сильный. Очень сильный стереотип. Я, например, сам жил точно в таком же стереотипе достаточно долго. Я чем-то, вот тут у меня было, то, что чем ты занимаешься, тебе интересно заниматься, это никогда денег не приносит. А чтобы заработать деньги, надо, ну, работать в каких-то определенных местах, которые приносят деньги. И ты, конечно же, знаешь, в каких местах. И мы всегда очень хорошо знаем, когда своим детям говорим, куда ты собрался, как ты деньги собираешься зарабатывать. Сталкивались с этой стереотипедии? Ну, прикинь. Вот у меня ребенок, он работает, он учится, увлекается, занимается, он скульптор. Я сижу на него, смотрю и думаю, интересно, а как ты деньги собираешься зарабатывать с культа? Ну, что? У меня вот, может быть, эти памятники на кладбище. Ну, то есть, примитивная такая история. Но я ему такие вещи не говорю, потому что он может на меня посмотреть, сказать, ты глянь, сам-то чем-то занимайся. Ты, блин, лекции читаешь общественные. Кто вообще зарабатывает этим? Ну, кроме Тони Робинсона. И это очень сложная вещь. Ну, сложно понять. Я вот, например, хорошо помню, что я лекции очень давно читаю. Но так, чтобы я зарабатывал на этом, это не так давно, это и как бы получилось. И в какой-то момент меня пригласили читать, допустим, немножко истории про меня любимого. Не рассказывал я вам эту историю, нет? Ну, пригласили куда-то, куда-то прочитать. Причем не за деньги, ничего. Я был на каком-то фестивале, пришел человек, говорит, мне очень понравилось. У меня есть большой коллектив, не хочешь прочитать им? Я говорю, да я завтра утром уезжаю. Он говорит, мы тебе билет на послезавтра поменяем. Ну, то есть, я еще не шла о том, что мы заплатим тебе там ахулиард денег. И я такой, ну, ладно. Ну, и собралось людей, ну, может, столько, сколько вас. И вот все собрались, и я читал лекцию. Философскую какую-то. Ну, просто, что они собрались, он им сказал приходить. Ну, и тем более бесплатно, ну, что не набиться. И я прочитал лекцию. Всем понравилось. И каждый встал, и ко мне начал подходить. У меня был карман такой, и у меня положил туда денежку чуть-чуть. Пожертвовать на... Ну, человек старался, и у меня раз в карман. Я раза три-четыре доставал и складывал в чемодан. А они идут, 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 идут. Я потом пришел в гостиницу, ну, что там кривляться. Я первым делом это дело посчитал. И выяснилось, что я где-то так зарабатываю за полгода. То есть я за два часа заработал как за полгода. Это не то, что вау, я нашел, ну, жилу. Ну, нет, конечно. Просто возникла мысль, что оказывается так, ну, можно. Это людям интересно. Их никто не заставлял. Они это сделали от души. И это очень важная история. Ну, для чего? Когда ты... Ну, я там занимаюсь чем-то, но этим денег не заработать. Я там занимаюсь кошечками, и этим не заработать. Я вот там работаю в шахте, там я зарабатываю. А потом еще занимаюсь каким-то хобби, потому что этим не заработать. Но вы заметили, что обычно люди счастливы зарабатывают, когда они занимаются тем, что им очень нравится. Знаете, вот бывает как? Интересная работа или достойная оплата. И вот человек занимается, ну, допустим, мужчина работает, работа не интересная, но ему может нравиться эта работа? Может, потому что хорошая оплата. Поэтому он занимается. Но мы понимаем, что это вопрос времени, конечно. Может быть, наоборот. Вот работа интересная, но денег она не приносит. И опять же вопрос времени, как долго ты сможешь этим заниматься. Поэтому идеал, когда и то, и другое что? Ну, совпало, совпало. Знаете, иногда говорят, ой, Сати, мое хобби – это и есть моя работа. Вы знаете, что это неправда? Как только хобби стало работой, оно перестало быть хобби. Это хорошая работа, но это уже не хобби. Что должен делать умный человек, когда его хобби стало работой? Что? Конечно, конечно, да. Конечно. Поэтому мы можем растрачиваться на что-то, и нам сил не хватает. И когда вот нам не хватает этих сил, и мы не понимаем, куда они деваются, таких факторов огромное количество, конечно, все принципы, все признаки депрессии у нас получаются. Это может перерасти, это называется ловушка специалиста-предпринимателя. То есть, ну, конкретно, вот человек работает, работает интенсивно, и он, даже ему может очень нравиться эта работа, но он не понимает, что всю работу самому сделать, конечно же, нельзя. Успешными становятся только те, не те, кто сами работают, а те, которые, как вы думаете, хорошие предприниматели, сколько процентов работы должен делегировать остальным? 30, 70, 70, 90, 90, 95, ну, давайте еще 5 процентов, и мы дойдем к правильному ответу. 100, 100, конечно. Хорошая работа, хороший предприниматель, хороший руководитель, это тот, у кого бизнес работает без него, абсолютно без него. Например? Не знаю. Я тоже. Будем ждать. Будем ждать. Ну, поможет, а ну и 30, и 40, и 50, это правильный ответ. Но мы же сейчас говорим об чем? Об идеале. Ну, допустим, я, ну, я не предприниматель, конечно же, ну, я работник, я пролетарий. Ну, все Карла Марса читали? Капитал, да? По классификации Карла Марса я кто? Пролетарий, потому что я продаю собственный труд, конечно. То есть я не могу себя заменить, я не предпринимаю, я не могу себя заменить, по большому счету. Я не могу, там, я пишу книги, я не могу писать книги, ну, их не может писать кто-то другой. Там, без меня эта вся история. Ну, хотя можно постараться, но тем не менее. Ну, все равно диктовать надо. Да, может быть, там, книги можно писать по лекциям, транскрипт. Ну, блин, кто-то же эти лекции должен, ну, начитать. Я же не могу, чтобы их-то читал, я не знаю, Михаил Лобковский. А я просто подписался, да? Ну, все равно, надо же как-то украсть что-то у Михаила, по большому счету. И так далее, и так далее. Ну, а предприниматель, это вот бизнесмен, который, он собирает людей и так организовывает, что сам он вообще в этом не участвует. Я как-то был на одном трубном заводе. Трубы делали, пластиковые трубы. Вам трупы показалось, да? Ну, ну, трубных заводов же не бывает. Ну, хорошо. И там был какой-то коллектив, я у них там проводил, ну, какой-то семинар, что-то проводил. И меня пригласил, как помощница, его помощница, она в сатинисты подалась и меня пригласила. И там собрался весь большой коллектив, и я им что-то рассказывал, какую-то историю. У меня был такой период жизни, когда я вот в таких предприятиях каких-то что-то такое интересное рассказывал. И у них огромный офис, разделенный на такие, они стеклянные у них вот эти, ну, офис, стеклянные перегородки. И в центре офис, ну, хозяина, директора, владелица этого предприятия. А его там нет. Там стоит стол, кресло и такая огромная картина висит, где он такой жизнерадостный, охрененный, в гавайской рубашке, с амбреро и с маракасами. А где он? В Доминикане, где-то он где-то там находится. А он сюда приезжает? Он говорит, ну, иногда приезжает. И походу не работать он туда приезжает. Вот так вот, спросил ты, вот, пожалуйста. И хорошее предприятие, чудесно работает. То есть, все правильно делегировал. Все правильно делегировал. Вопрос, чтобы перенять опыт или меня... Неинтересно просто. Ну, я бог любит. Ну, я не знаю. Ну, мне плохо было, как называется это предприятие. Ну, откровенно говоря. Ну, это было, может быть, лет 20 назад. Откровенно говоря, это даже не в этой стране было. То есть, ну, сопредельно. Ну, поверь, это не в Германии было. Ну, допустим. Допустим. Ну, мы не можем сказать, что Украина это, ну, прямо... Вот, женщина говорит, что у них тоже такая есть история. Потом, потом. И оп, продала что-то. Молодежь, да? Я понял, понял. Живой продукт. Вот. Продолжен, продолжен. Поэтому, вот эта вот вся история про то, что человек, как я уже несколько раз вам говорил, но я, видимо, должен повторить этот тезис, когда человек пытается пукнуть сильнее, чем позволяет отверстие, ну, все заканчивается очень печально. Все это приведет к депрессии. К депрессии. Сначала к выгоранию, потом к депрессии. Также, также, очень сильно влияет такое понятие, как перфекционизм. Вы про перфекционизм же слышали? Поднимите руки. Нет, не так. Прежде чем я спросить у вас, кто из вас перфекционист, я планирую, я хочу спросить, а кто такие перфекционисты? Какая версия? Человек, у которого должно быть идеально. Неполный, неполный ответ. Он стремится к идеалу? Нет, неполный. Вот правильный ответ. Он стремится, но он недоволен достигнутым. А вы помните, мы говорили, определение депрессии? Устойчивая неспособность радоваться тому, что имеешь. То есть, с одной стороны, это человек такой пессимист жесткий, который говорит, все плохо. А второй ломится куда-то, ломится, старается, все больше, больше, больше. Надо сделать, надо улучшить. Но он все время вперед, он не наслаждается этим моментом. То есть, он не может наслаждаться тем, что у него есть. Ему надо что-то другое. Он все время куда-то бежит. Ну, на бытовом, по таком уровне, человек, у которого нету квартир, очень хочет купить хоть какую-то квартиру. И потом взял там, как так получилось, купил в ипотеку какую-то студию. Но он не счастлив, потому что ему надо двухкомнатное. И он уже медитирует, а вот старается. Он не живет в этой, не наслаждается. И она для него не стала радостью, чем когда у него ее не было. А когда он купит двухкомнатную, ему нужно будет пятикомнатное. А когда у него пятикомнатная, ему нужен дом. А когда у него есть дом, ему нужен дом с бассейном. А когда у него дом с бассейном, ему нужен дом с бассейном. Ну, где, я не знаю. На Красной Поляне. Или где там еще может быть. Это неплохо. Мы не говорим, что это плохо. Это болезнь. Вот о чем речь. Вот о чем речь. И это приводит к тому, что человек никогда недоволен, что есть. Он не может наслаждаться. Он ездит на автомобиле. И он понимает, что есть лучшие автомобили. Надо стремиться к другому. Какой смысл вот это? Старый кореец, когда есть новый японец. А ездит на новом японце и понимает, что ведь какая-то ездит на Панамере. Я-то хочу Панамеру, а езжу на этом говнище. Хотя может еще пять лет назад. Там оранжевый 412-й москвич. Как находочка была. То есть это перфекционизм. Это может быть в чем угодно. Ну а ты недоволен. Недоволен. Что делать? Как лечить? Только может не нам. Может поднимите руки, кто перфекционист? Ну-ка расскажите, кажа, свою историю, в чем проявляется перфекционист. Давай. Ну, жена друга. У меня все есть в этой жизни, но я недовольна. Мне хочется больше. Ну это я сам сказал. Конкретно. Ну тогда и так и скажи. Так каждый скажет. У меня все есть, я недоволен. Кто расскажет свою историю депрессии? Я. Какая у тебя история? У меня устойчивая неспособность радоваться тому, что я умею. Имею. Ну нет, ну это странно. Я бы и не спрашивал. Кто бы хотел. Вот у тебя точно отклонение. Да шучу, шучу. Давай. Ну ты просто аккуратно. Два пробела. Ну два пробела ты убедила. Пожалуйста. Два пробела это оно. Маргарита. Я хотела дом, но вы купили дом в поселке под Иркутском. Но теперь я хочу дом в Гриньи быть в элитном поселке. Ну я понял. Я понял. То есть я же эту схему рисовал. Красная поляна в этой с байсейтом. Что делать? Смотрите. Тебе не нравится твой дом, в котором ты живешь? Мне не нравится место. Ну то есть нормальный поселок, да? Ну там нет асфальта, там нет красоты, там деревьев, там я не знаю. Просто поселок. Ну конечно да. В Иркутской области найти место, где нет деревьев, это да. Надо было постараться, конечно. Тонгутский метеорит не рядом, там нигде упал. Без деревьев. Тут везде деревья, а она нашла место без деревьев. Круто. Ну да, больная, да, согласен. Пожалуйста, еще. А как вот норма конкуренции? Допустим, в работе нету, да, такой конкурент. Вот именно профессионизм, но есть получение результата. Но норма конкуренции, как она влияет вообще? Вот из-за нее большие споры, ну как именно на себя чувствует. Ну норма конкуренция в чем? Ну допустим, ты же делаешь свою работу лучше. Ну вы на кого-то работаете или сами? Нет, ну работают у нас предприятия, да. Ну все, на предприятии работают вас, ну босса выжимают максимально. Нормы нету, это давайте нагрузим Ишака, посмотрим, может не сдохнет. Это такая технология. Нет, ну если это не требует, ты сам вот тут работаешь, хочешь сделать лучше. И чтобы ты держишь эту планку, ну и ты как бы не замачиваешься. Мы сейчас о мотивации. Вы держите эту планку для чего? Чтобы вас не уволили? Нет, чтобы это как бы у меня было качественно и хорошо. А зачем вам качественно и хорошо? А зачем, чтобы эта продукция была самая лучшая? Чтобы денег заработать, ну и карьера просто так же. Чтобы денег заработать, ну к этому же придем. Денег как бы не именно удовлетворение отработать? Нет, вы не перфессионист. Человек, который не хочет заработать денег, либо врет, я надеюсь на это, либо он уже так, не, не, не заработал, а отчаялся их заработать. Ну то есть все равно платить не будут. Знаешь, так, мы сейчас не о тебе речь, дружище, я же не знаю. Когда ты работаешь, работаешь, тебе не платят. Ты такой, да я не из-за денег работаю. Ну чтобы себя немного успокоить. Я чтоб мир во всем мире, чтоб наша компания была самая лучшая. Поэтому тут я подробностей не знаю, кто скажет, где эта норма. Люди, которые знают норму, люди, которые знают, где золотая середина, люди, которые могут найти баланс, это очень разумные люди. И чтобы это понять, нужно на самом деле много чего читать и изучать. Ну соответствующую литературу. Вот, допустим, я как-то прочитал интересную книгу. Такой парень, Радислав Гондопасов зовут. Я не ошибся? Потому что, ну, кабеламин меня пугает. Да. И книга называется «Полное Ж». Очень рекомендую. И там такая схемка нарисована, и, ну, всякие разные эти самые векторы. Ну, ну, обычно я, все равно речь идет о неком балансе. Он более тщательно это все описывает. Он даже находит какие-то схемы, находит какие-то коэффициенты счастья и так далее, и так далее. Чтобы не было больших разрывов. Но цельный человек, то, о чем вы говорите, это тот, у которого в жизни есть все составляющие его жизни. И они приблизительно одинаковые. Ну, допустим, если вот возьмем вашу жизнь, круг нарисуем, разделим на четыре части, да, это будет ваш социум, ваша работа, будет семейная жизнь, личная жизнь, будет саморазвитие, хобби и тому подобное. И будет духовная жизнь, духовная практика, философские размышления и тому подобное. И вот если все четыре аспекта у вас, ну, закрыты, вот это и есть та самая норма. Если вы вынуждены работать в ущерб семье, саморазвитию, ну, или там каким-то духовным поиском, то это проблема. Ну, это та норма, о чем мы с вами сейчас, как бы, говорили. Ну, давайте вернемся к перфекционизму. Может быть, еще пару каких-то? Да, пожалуйста. По вечерам, например, по вечерам, убирая каждое свое дело, постоянно привозят, что можно было так-то, так-то улучшить. То есть, любое, вообще, в работе, не в работе, там, в спорте, и из-за этого действительно переживаешь, у тебя есть плохо. Можно было улучшить, а что не улучшил? Уже ушел. Нет, в плане, ну, ситуация прошла, как бы, и думаешь, что можно было бы это недоволен тем, что он по себе получил. Но это мешает жить? Ну, на самом деле, переживай. Ну, это значит, кто-то в голову накидал какой-то, кто-то у вас сформировал вот эту историю. То есть, здоровый человек, вы наемный работник? Я не проработал, я игрокоспорт, например, ну, матч прошел какой-то сам. Ну, хорошо, вы наемник в спорте? Ну, вы профессиональный спортсмен? Ну, теперь мы сто повода, играем сами любители. Сами любители, то есть, вы не профессиональный спортсмен, вы просто любите бегать и бить людей по щиколоткам, ну, ногами. Да, не только мужчин, да, нормальное состояние. Это какие-то комплексы неполноценности, какие-то детские какие-то травмы, ну, и так далее, блоки и тому подобное. То есть, вы занимаетесь любимым делом, теоретически вы должны заниматься, но это вы правы, это есть тоже при признаке. Это не факт, что это выгорание, ну, возможно, это какие-то комплексы, о которых мы, может быть, говорили раньше. То есть, вы занимаетесь чем-то любимым, занимаетесь своим хобби, вместо того, чтобы получить удовольствие от этого, вы переживаете, что это не так хорошо получилось, что надо сделать лучше. Это не хобби, это не занятие. Вот в том-то и дело, то есть, речь о том, что вы не можете отдыхать. Возможно, знаете, как у русских людей есть такая история. Во время отдыха он думает о работе, во время работы он думает об отдыхе, в лесу о бабах, с бабами о лесе. Ну, вот такая вот история, такая история. Пришла весна, нам все это не нравится, мы ждем лето, чтобы поехать покупаться на Байкал. А лето пришло, блин, там комары и пьяницы, мы хотим осенью, чтобы уже было красиво. А осенью ждем жену, ждем зиму, чтобы уже грязи не было. А снег выпал, мы ждем весны, потому что задолбал. Ну, так и живем будущим каким-то. Философы по этому поводу, ну, допустим, философы. Стивен Кави такой персонаж в своих книгах описывает, он потом Дейл Корнеги описывает. Жить в отсеке сегодняшнего дня и так далее, и так далее. То есть, жить сегодня. Возможно, очень влияет такое философское настроение, когда человек не находится в благости. То есть, ну, это немного философское. Говорится о том, что существует три стихии, три состояния. Это страсть, невежество и благость. И вот, когда человек в невежестве, он очень сильно переживает, вспоминает, живет в прошлом. Вот раньше и бабы были лучше, и деревья выше, и колбаса по 2,20. Ну, вот было хорошо, вот раньше было хорошо, а сейчас полная говнища, полная говнища. Человек в страсти, он больше живет в будущем. Больше живет в будущем. Вот мы когда купим, вот мы когда доедем, вот мы когда построим, вот когда выйду на пенсию, вот когда бицепсы накачаю, вот когда деньги заработаю, буду счастлив. То есть, он больше в нем страсти находится. А вот в благости, человек, конечно, он помнит и прошлое, и он планирует будущее. Но живет он в сегодняшнем, конечно, он осознанный. Осознанный. Он живет прямо сейчас. У осознанных, вот если бы, допустим, мы с вами были сейчас два человека в благости, условно, да, то вот наша с вами дискуссия, это должна быть самая важная дискуссия в вашей жизни и в моей. Это самое важное, чем мы занимаемся. А потом мы приходим домой, и самое важное, это тот ребенок, с которым мы летим. А потом, когда мы идем на работу, мы забываем о ребенке. Мы что? Работаем, потому что это самое важное. А как только работа закончилась, мы идем играть в хоккей, это самое важное. А когда мы в перерыве садимся и пьем кофе, условно говоря, мы полностью сосредотачиваемся на кофе. Этот вкусный аромат, мы его нюхаем, как этот, знаете, как вот Леонид Парфенов про вино рассказывает. Ну да, с одной стороны, можно сказать, что он эстет-алкаш, можно так сказать. С другой стороны, рассказывает великолепно, он так нюхает, там какие-то нотки, видно, чтобы, блин, ну прям погрузился. Обычный русский человек, прямо из пакета. А тут он, ну, нотки дуба. Понятно, что в какой таре вино было, такие нотки. Это ж, ну, простой человек. То есть, понимаете, что значит осознанно? А это навык, достигается упражнениями. Сегодня придете домой, займетесь чем-то, прямо пришел, сел, все-то, что-то такое сложил, и прямо погрузиться в осознанность, вот прям погрузиться в осознанность. Начинаешь рисовать, погружайся в осознанность, начинаешь читать, прямо, ну, сталкивались с таким? Сидишь, читаешь, читаешь, потом бац, смотришь последние два абзаца, да, ты просто двигал глазами. Такое бывает. Давайте перфекционизм. Перфекционизм это, ну, помните, вам девушка сказала, что это же неплохо перфекционизм. Разве перфекционизм это не двигатель прогресса? Но отличается человек, который стремится чего-то достичь, достичь каких-то целей, что-то такое сделать, ему нравится что-то делать, да. То есть, вдохновляет не перфекциониста, обычно перфекционисты бесят, ну, прикинь, два пробела. Ну, очевидно, что, ну, ну, это и самого автора двух пробелов подбешивает. А давайте по-честному. Ну, кого такой человек из окружения будет радовать? Он же, возможно, так же сам, ну, прикинь, если это начальник, и он за два пробела. Ну, я образ-то говорю. Если ты внизу пищевой цепочки, да, то все над тобой издеваются. Но если ты поднимешься, за два пробела просто задолбаешь насмерть всех на свете. Да, потому что мы перфекционисты, они достанут просто. Они психи неадекватные. Я перфекционист. Я перфекционист, но я очень умный перфекционист. Я на людей перфекционизм свой почти не вываливаю. Ну, если они не пришли ко мне на лекции и не задали какой-то вопрос. Кстати, интересный прикол. Это не стопроцентно, но одна из версий. Один из вид перфекционизма. Видели когда-нибудь людей, которые ногти грызгут, заусенятся вот это? А вы никогда не думали, а почему они это делают? Прикинь, они таким тупым образом хотят улучшить. Он будет до костей догрызет, чтобы улучшить. Привет, вот это. Вот. Лечить будем? Как-то так. Как-то так. Ладно, я вам не все буду про себя перфекциониста рассказывать. Но те, кто меня знает, те знают, конечно. Ну, ладно. У меня дома книги расставлены по размеру. А что? Конечно, по размеру они расставлены. По цвету. По ширине. И каждый месяц я меняю полностью. Но у меня, блин, в библиотеке полторы тысячи книг. Прикинь, я дебил вот это все меняю. И они не просто так. Они даже не просто на полках стоят. Они все выдвинуты заподлицо. Они все выдвинуты заподлицо. Букиты. По порядку. Поднышко? По soapбой. Поkh Tae. Поста. Похоже. Похоже. По.